Всплыл очередной грязный план власти, который планирует снять с выборов Павла Николаевича Грудинина, который сейчас, собственно, входит в федеральный список Коммунистической партии на выборы в Государственную Думу, которые пройдут 19 сентября 2021 года. Так вот, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил о том, что комиссия рассмотрит обращение бывшей супруги Павла Николаевича Грудинина, которая, соответственно, обвиняет его в скрытии офшорных счетов. Такая вот интересная, заезженная просто до нельзя история, которую просто сживали и со всех сторон рассматривали, обсуждали во время предвыборной гонки на выборы президента в 2018 году. И вот сейчас опять то же самое. Булаев заявляет о том, что есть пояснение самого Павла Николаевича Грудинина. Планируется рассмотреть это пояснение отдельным вопросом на специальной рабочей группе, а затем Центральная избирательная комиссия примет решение. Они изучат, насколько сведения бывшей супруги Грудинина являются обоснованными, в том числе на основании документов, которые она предоставит Центральную избирательную комиссию. Ну и, собственно, если такие документы будут, их обязательно проверят. И если, это заявляет заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, господин Булаев, если Грудинин скрыл счета, то в бюллетене его фамилии не окажется, не будет. При этом источник Центральной избирательной комиссии заявляет о том, что процедура проверки нигде не прописана, не регламентирована. То есть никто до конца не понимает, как это будет проходить. Означает это, что это будет проходить исключительно по воле, желанию и преследованию конечной задачи самой Центральной избирательной комиссии. Собственно, Павел Николаевич, естественно, как заявлял это огромное количество раз до этого, и подтвердил это сейчас, и направил это заявление в Центральную избирательную комиссию, ответственность заявляет, что все счета его закрыты еще в 2018 году перед выборами президента. И тогда по этому поводу было очень много громких заявлений со стороны власти, были в кавычках разоблачительные репортажи центральных государственных телеканалов, и по этому поводу были суды, которые Павел Николаевич выиграл, и даже телеканалы давали опровержение, что, собственно, ну да, их информация была лживая, она ничем не подкреплена, и очевидно, что это был просто политический заказ. Однако теперь, несмотря на все это, бывшая супруга Ирина Грудинина заявляет о том, что нет, счета есть, и у нее есть какие-то там, видимо, подтверждения этому. Очень интересно весь этот бред, значит, посмотреть, да, бывшей супруги Грудинина, учитывая ее амплуа в целом, да, все-таки это человек, который не на словах, а на деле доказал каждому гражданину нашей страны, вот, что она связана с рейдерами, активно участвует в этом рейдерском захвате, и мы знаем, что за совхозами Ленина и одним из основных активов, а это все-таки в первую очередь земля, 2000 гектара рядом с МКАДом, просто золотой земли, абсолютно нетронутой высотным строительством, да, где возделывается различная вот эта сельскохозяйственная культура и так далее, в первую очередь земляника, и по разным оценкам стоимость этой земли около 80 миллиардов рублей, то есть это очень и очень весомый актив. И различные силы, да, рейдеры Полихата, какие-то кланы губернатора, там, господина Воробьева и другие были в этих скандалах замешаны, да, и госпожа Грудинина, собственно, к сожалению, сыграла там одну из решающих ролей. И вот сейчас в очередной раз, как черт из табакерки, она из небытия вылезла, и вдруг начала бороться якобы за правду. Никто в это не поверит, очевидно, что марионетка в руках вот этих нечистых на руку, значит, жуликов, которые пытаются в очередной раз вносить эту смуту, вот. И по этому поводу очень хорошо высказался мой товарищ Сергей Павлович Абухов, он член президиума и руководитель аналитического отдела при Коммунистической партии. Он заявил о том, что Центральная избирательная комиссия не может делать выводы, влияющие на ход кампании только на основании писем граждан и какой-то там самостоятельной проверки документов. Потому что вы понимаете, что помимо вопроса снятия Павла Николаевича с выборов, идет вопрос и избирательной кампании в целом. И это, мягко говоря, очень очерняет оппозицию, КПРФ в первую очередь, потому что в очередной раз вот эти бесконечные разговоры, вот эта бесконечная заезженная пластинка об офшорных счетах, о каких-то там активах за рубежом и так далее, которые ничем не подкреплены, но из каждого тюга и чайника, из каждого телевизионного государственного телеканала будет литься вот этот вот бред с единственным вопросом сказать о том, что, ребята, собственно, выбора у вас ни у кого нету, да, и не переживайте, оставайтесь все дома, мы за вас сами там, где нужно, галочку поставим. Вот, и на сегодняшний момент в очередной раз, да, власть показывает, насколько она боится конкуренции, власть показывает, насколько она не готова к реальной борьбе, ведь есть же программы, есть конкретные предвыборные тезисы, да, есть видение, которое нужно донести до граждан и показать, как у тебя, значит, какой план, да, вывести страну из кризиса. Власть на это, как мы с вами видим, не готова, вместо этого она бесконечно штампует вот эти вот, значит, псевдорешения, а как работает Центральная избирательная комиссия, ни у кого из нас вопросов никогда не возникало. Очевидно, что это просто цепные псы на службе у чиновничьего олигархического режима, и главная их задача вот этот беспредел, который творится на выборах, зауалировать в абсолютно какую-то, значит, отговорки придумать, да, для того, чтобы сказать, что нет, на самом деле у нас все хорошо, у нас все нормально. Да, Павел Николаевич Грудинин за вот эти несколько лет, да, с момента выдвижения его на выборы президента в 2018 году показал, что он настоящий боец, несгибаемый, несмотря на все эти инсинуации, несмотря на все эти обвинения, попытки на него надавить, да, я вас уверяю, это в психологическом плане невероятно трудно, да, не говоря уже о том, что иной раз это переходит в какую-то такую активную фазу, да, где власть заинтересована каким-то образом и физически тебя притеснить, а как захватывали совхоз имени Ленина, вот, некоторое время назад мы показывали тоже на нашем YouTube-канале, да, в социальных сетях, когда просто ребята в балаклавах, в масочках забегают, да, вот, и силовым путем, практически штурмом берут административное здание, да, где располагается непосредственно руководство совхоза имени Ленина под какими-то абсолютно выдуманными, там, основаниями и предлогами, якобы, там, это делается для чьей-то безопасность, там, и, ну, просто абсолютный бред несут. Ну, вот, очевидно, что выдвижение Павла Николаевича Грудинина в федеральную пятнашку партии КПРФ категорически не устроило администрацию президента, для них это была просто катастрофа, потому что Павел Николаевич за эти, за этот непродолжительный период, за эти несколько лет показал, что бросить вызов, в том числе, президенту Путину, да, за пост главы государства, что для власти категорически неприемлемо, потому что не должно быть оппонентов, да, все должны уважать, там, преклоняться, там, я не знаю, выполнять волю, значит, вот этого царя, этого небожителя, а здесь вот вдруг увидели оппонента, да, увидели конкуренцию, и что в итоге, мстят за вот эти смелые решения, или боятся, что ими движет, в первую очередь, вопрос открытый, да, и вопрос в первую очередь к нашей аудитории, к соратникам, к подписчикам, напишите ваше мнение в чате, напишите ваше мнение в комментариях, потому что, действительно, даже у меня до конца нет ответа на этот вопрос, потому что и страх, и жажда мести здесь настолько на запредельном уровне, вот, что, наверное, да, власть здесь противоречива, даже, наверное, в конечной цели, в конечной задаче.